Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Дмитриевская родительская суббота. В этот день за богослужением Святая Церковь предлагает для нашего назидания два евангельских зачала. Заупокойное от Евангелиста Иоанна Богослова, глава 5, стихи с 24 по 30 и дневное. Это Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 1 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время он в ниде Иисус в Капернаум, сотнику же некоему раб болязли, хотя шоумрити, и жебе ему честен. Слышав же о Иисусе посла к нему старцы иудейские, моля его, якода пришед спасет раба его. О, ниже пришедши ко Иисусове, моляху его точно глаголюще, яко достойн есть ему же да сесие, любит бы язык наш, и сонмище той созданном. Иисус же, идяши с ними, и уже ему недалече сущу от храмены, посла к нему сотни к друге, глаголи ему, Господи, не движися, не симбо достоин, да под кровь мой вни деши. Тем же не себе достойно сотворив прийти к тебе, но рцы слова исцелеет отрок мой. Ибо и аз человек есен под владыкой учинен, имея под собой воины, глаголю сему иди и идет, и другому прииди и приидет, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же сия Иисус, чудиси ему, и ображься идущему по нем народу рече, глаголю вам, вни во Израиле талики вера обретох, и возвращися послани, обретоша болящей гроба исцелевша. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит. И слуге моему, сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланная, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о чудесном исцелении Господом слуги Капернаумского сотника, то есть офицера, стоявшего во главе римского воинского гарнизона из сотни воинов. Сотник, о котором идет речь в сегодняшнем евангельском чтении, был язычником по рождению, но был расположен к иудейской вере, доказательством чего служит построение им синагоги. Он много слышал о чудесах, совершенных Господом, и узнав о прибытии его в Капернаум, послал к нему посольство из старейшин синагоги просить прийти Господа, чтобы исцелить его слугу. По свидетельству евангелиста Луки, слуга сотника, был болен при смерти. По римскому закону раб был живым бесправным орудием. Обычно нетрудоспособного раба выбрасывали на улицу умирать. Отношение же сотника к своему рабу было совсем иным – уважение и глубокая человечность, готовность приложить все усилия, чтобы спасти своего раба. Несмотря на то, что сотник привык командовать другими людьми, перед истинным величием Господа он проявил удивительное смирение. Не смея лично прийти ко Спасителю, он попросил своих друзей из числа иудеев пойти за ним. Начальники синагоги явились ко Христу и просили его исполнить просьбу сотника, говоря «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Господь по своему человеколюбию и своей беспредельной любви к страждущему человечеству пошел с ними к сотнику. И когда шествие приближалось к дому, где лежал умирающий сотник, считая себя недостойным принять Спасителя под кровь свой, послал к нему навстречу своих друзей сказать Христу, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Ефимий Зикобен пишет. Этими словами сотник показывал, что если он, будучи человеком подвластным другому, вследствие ограниченности своей власти, имеет значение одним словом, то гораздо более Христос, будучи Богом, все содержащим в своей власти и могуществе. Сотник знает, что одного слова Христа достаточно, чтобы исцелить его слугу на расстоянии. Смирение и сила веры язычника настолько тронули Спасителя, что он, обратившись к сопровождавшему, его народу воскликнул, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры», подразумевая весь иудейский народ. Друзья сотника, возвратившись в дом, нашли его слугу уже выздоровевшим. Святитель Иаза Таус замечает, «Христос явил силу свою не только через исцеление, но и через то, что совершил его внезапно и мгновенно». Видя, что сотник, не будучи израильтянином и не зная Писания иудеев о нем, так легко уверовал, Спаситель объявил о его вере, чтобы и другие подражали ему. Господь, дорогие братья и сестры, обращается к сердцу каждого человека. И слова сегодняшнего евангельского чтения призывают нас к смиренной, живой вере, к жертвенной и пламенной молитве, к проявлению любви и милосердия, ко спасению. Служа своим ближним, которые ждут нашей помощи, мы ступаем на стезю деятельной евангельской любви, что преображает мир вокруг нас и позволяет стяжать такую веру, какая была у римского сотника. И именно такая вера открывает человеку вход в Царствие Божие. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok